Рад вас приветствовать, уважаемые слушатели, на канале МСФО Тренинг. И сегодня мы разберем очень интересную и любопытную тему, как анализировать и управлять ассортиментом торговой компании. Хочу сразу предупредить, к сожалению, эту тему невозможно рассказать за 5 минут, поэтому я рекомендую вам приготовиться к глубокой работе. Если вы готовы, то вперед! Для начала рассмотрим, как обычно движется товар, чтобы представлять и понимать, о чем мы в дальнейшем будем разговаривать и рассуждать. Итак, у нас с вами отложено количество товара и время. На первом этапе нам нужно определиться с резервным запасом. Резервный запас товара – это тот неснижаемый остаток, который зависит, по большому счету, от двух основных факторов. Мы должны выдержать внезапное увеличение спроса, то есть даже если спрос вдруг возник, у нас должен быть некий остаток, чтобы мы могли предложить нашим покупателям. И также резервный запас должен нас страховать от риска задержки поставок. То есть если вдруг по каким-то причинам поставщик задержал наш товар, то мы должны иметь возможность какое-то время его продавать, пока не поступит очередная поставка. Итак, мы осуществляем закуп и на складе количество нашего товара увеличивается до максимального размера. В дальнейшем идет продажа и, соответственно, количество товара уменьшается. Как только мы достигли точки резервного запаса, нам необходимо пополнить этот товар снова. В связи с тем, что поставщики обычно не поставляют товар мгновенно, такое происходит только в каких-то чудесах, мы определяем так называемую точку до заказа. То есть тот момент времени, когда мы начинаем заказывать товар. У нас есть период выполнения заказа. В этот период поставщик оформляет наш заказ и доставляет нам продукцию. И так происходит далее. У нас пополнился запас на складе. В количественном выражении мы снова продаем. Снова точка до заказа и так далее. Между период времени, между точками до заказа мы назовем периодичность заказа. Но это периодичность также между двумя вершинами. Таким образом, торговая компания зарабатывает деньги, постоянно продавая товар. И у нас этот товар на складе расходуется, продается и появляются деньги. Деньги появляются чуть больше, чем себестоимость. И вот это чуть больше и есть доход торговой компании. Определим, что это такое. Это маржинальная прибыль на единицу будет как цена минус себестоимость закупа. Плюс затраты на доставку этого товара до нашего склада. Следующее. Общая маржинальная прибыль мы будем рассчитывать как выручка минус себестоимость реализации. Я прошу прощения, что говорю какие-то возможные элементарные вещи. Но определимся просто с понятиями, чтобы в дальнейшем не путаться в этом. И следующий показатель это коэффициент маржинальной прибыли. Мы будем его рассчитывать в процентах и показывать для упрощения. Вот таким образом. Это маржинальная прибыль разделить на выручку. То есть это процент от выручки, из которого мы в дальнейшем оплачиваем рекламу, оплачиваем содержание наших торговых площадок, оплачиваем заработную плату. И сам порядок проведения анализа. Шаг первый. Я очень рекомендую распределить ассортимент товаров на группы. Для чего? Это необходимо для того, чтобы мы имели возможность анализировать аналогичные товары и выявлять несоответствие. То есть представьте, у нас есть два аналогичных товара. Но вдруг мы видим, что один товар продается отлично, а второй товар не очень хорошо продается. Или у один товар спрос абсолютно ровный, у другого очень высокая волатильность. Если товары идентичные, в чем дело? Почему так происходит? Мы должны проанализировать, что не так в наших бизнес-процессах. Почему аналогичные товары продаются по-разному? Это может влиять очень много факторов. Выкладка этого товара, где она происходит. Если вы продаете через сайт, то где находится картинка этого товара. Видит ли ее покупатель, так же как и аналог. Ну и в процессе анализа мы должны иметь возможность быстрого поиска заменителей. Итак, распределили на группы и в дальнейшем мы анализируем уже каждую группу товаров отдельно. На шаге 2 мы анализируем, делаем анализ оборачиваемости и остатков. Во-первых, весь анализ оборачиваемости осуществляется либо в количественном выражении, либо в ценах закупа, либо в продажных ценах. Ну то есть единица отчета должна быть какая-то одна, выбранная вами. Идеально, если это будет все-таки в количественном выражении, потому что цены закупа, продажные цены могут меняться. Это может немножко влиять на показатели относительные. Следующий момент. Какой период анализа? Если у вас есть, вы определили для себя нормальную периодичность заказа, допустим, вы заказываете один раз в полтора месяца товары, то идея такая, что этот анализ должен захватить несколько этих заказов. То есть, допустим, как минимум за 3 месяца, за 5 месяцев вы должны сделать этот анализ. Если периодичность заказа у вас, допустим, 2 раза в месяц, вы можете сделать за пару-тройку месяцев такой анализ, посмотреть, что у вас происходит. Итак, мы делаем на первом этапе, расставляем по каждой позиции, каждой номенклатуре продажи за период в количественном выражении. Рассчитываем среднедневные продажи, как продажи разделить на количество дней и выставляем остаток на дату анализа. Так как мы посчитали среднедневные продажи, мы можем посчитать остаток товара в днях, то есть на сколько дней торговли у нас остался товар. Идеально, если остаток товара у нас не будет превышать размер нашего заказа плюс страховой запас. Понятно, да? То есть, допустим, если у нас периодичность заказа раз в 2 недели, то есть 14 дней, страховой запас мы определили как неделя, 7 дней, то есть нормально, когда остаток товара не превышает 21 день. То есть колеблется от 7 до 21 дня. Будет странно уже, если остаток товара будет составлять 200 дней, 300 дней. Но на самом деле для торговой компании 300 дней, наверное, это уже многовато. И 200 дней многовато. И следующая позиция. Нулевые продажи за последний период заказа. Не за весь период анализа, допустим, 2-3 месяца, а именно за последний период заказа. Я потом объясню, для чего это нужно. Имеется в виду следующее. Если у вас период заказа 2 недели, то нам нужны нулевые остатки за эти 2 недели. Общее направление понятно. А теперь начинаем анализ с 5-го пункта. Первое. Количество дней с нулевыми остатками товара. Что это значит, нулевые остатки? Это значит, в эти дни, фактически, этим товаром не велась торговля. И ваша торговая компания просто-напросто потеряла деньги. То есть как это оценить, денежные потери? Количество дней с нулевым остатком умножить на продажи за период, разделить на период минус количество дней с нулевым остатком. Что это за показатель? Это реальные среднедневные продажи. То есть продажи за тот период, когда у вас товар на складе был. Ну и умножить на маржинальную прибыль. На самом деле, на самом деле потери, скорее всего, даже больше. Почему? Потому что покупатель пришел в магазин или пришел на сайт, а у вас этого товара в запасах нет. Он развернулся и ушел. Он не купил не только этот товар, но не купил товар, который он обычно покупает вместе с этим. То есть реальная потеря денег значительно больше. Но это не страшно. Нам нужно проанализировать бизнес-процессы. Где идет сбой в заказе товаров? Почему не обеспечивается страховой запас? То есть наша задача на этом шаге, втором, проанализировать бизнес-процессы. Что там сбоит? Почему мы не можем равномерно торговать? Следующий пункт. Нулевые продажи за последний период заказа. То есть, допустим, за последние две недели, а почему у нас ноль, товар не продается? Хочется сразу сказать. Он, скорее всего, не продается, потому что нет спроса. Но, опять же, скорее всего, проблема в бизнес-процессах. Давайте проанализируем, как обычно происходит передача товара. Есть некий склад у нас. И этот склад поставляет товары на склад магазина. Ну, то есть это может быть просто подсобка магазина. И в дальнейшем из подсобки магазина мы доставляем товар на витрину. Так вот, нулевые продажи, скорее всего, могут быть связаны с тем, что товар есть на складе, есть в подсобке магазина, но его нет в самом магазине. Поэтому, на самом деле, немножко бесполезно анализировать прошлые периоды. Но если у вас прямо сейчас вывалился вот этот показатель, то есть нулевые продажи за период, прямо возьмите и посмотрите. Съездите в магазин, проверьте, разберитесь, почему нет продаж, если эти остатки, скорее всего, где-то нарушен бизнес-процесс. Да, и задача не просто выявить этот сбой в процессах, а вместе с коммерческой службой эти сбои устранить. И здесь очень важен, я хочу сказать вам, психологический момент. Ваша задача не расстраиваться, не возмущаться. Но как же так? Почему же они так плохо заказывают? Где же ломается эта передача? Они там в магазине что, все с ума посходили? Это просто бизнес. В бизнесе нормальная ситуация, когда бизнес-процессы какие-то ломаются. Их нужно отстраивать, нужно следить за тем, чтобы они происходили равномерно. Вспомните, допустим, как компания Toyota внедряла в свою знаменитую производственную систему. Ведь раньше, когда это был процесс внедрения, работники Toyota называли ее не иначе, как ужасная система Toyota. Почему? Да потому что каждый работник, что-то не так происходит на конвейере, имеет право взять и остановить весь конвейер. Представляете, весь завод останавливается. И это происходило, видимо, довольно часто, прежде чем система была отлажена. Поэтому не нужно эмоционировать, не нужно ругаться. Нужно спокойно вместе с коммерческой службой эти вещи делать. То есть отлаживать бизнес-процессы. Ну и как мы можем оценить в данном случае наши потери? Это количество нулевых продаж умножить на исторические продажи за день. Посмотрите, в прошлые периоды, как продавалась данная позиция, умножьте на маржинальную прибыль и вот вам денежные потери. И скажу так, по своему опыту эти потери могут быть достаточно значительными. И следующий предмет нашего анализа это пункт четвертый. Остаток товара в днях. То есть фактически цель этого пункта выявить неликвиды и затоваривание. То есть неликвиды и затоваривание это когда остаток товара в днях по позиции значительно больше периода оборачиваемости плюс страховой запас. Что делать с неликвидами и затовариванием? На канале МСФО тренинг есть видео, я дам ссылочку. Сейчас ссылочка появится вверху. И также дам ее в описании. Отдельное видео, что делать с неликвидами и затовариванием? Продавать. Либо продавать постепенно, либо продать сразу с большой скидкой. Но в любом случае, когда вы анализируете эти неликвиды и затоваривание, рассматриваете, какая возможная цена продажи и в какие сроки вы по этой цене продадите. По какой цене можно продать в короткие сроки? То есть допустим вы можете продать все сразу или там допустим в течение месяца-двух. Необходимо ли вам увеличивать оборотный капитал? Скорее всего для 95% торговых компаний ситуация следующая. Если вы вложите деньги в оборотный капитал, купите больше ассортимент, больше товара, скорее всего обороты прибыли у вас возрастут. Но для очень ограниченного круга компаний, которые подошли к границам своего рынка, вряд ли вы сможете увеличить оборотный капитал. Но тогда эти деньги дополнительные потратите там допустим на погашение кредита. Короче говоря, в этом видео неликвиды и затоваривание показывается как необходимо сделать расчет денежный. И ваши денежные потери от того, что у вас в наличии есть неликвиды, это прежде всего недополученная прибыль от вложения в товары с нормальной оборачиваемостью и с нормальной маржинальной прибылью. Ну и второе, если уже вы подошли прямо к границе своего оборотного капитала, что опять же говорю, навряд ли такое возможно, это как минимум вы теряете процентные затраты по кредиту на финансирование этого неликвида. Практические действия. Думаю, что с точки зрения практики затоваривание со сроком реализации 6-9 месяцев можно постепенно распродать за максимально возможную цену. Если вы видите, что распродажи займут более 9 месяцев, год, два, может быть три года, ну тогда продавайте, берите большую скидку и продавайте как можно быстрее. Это для того, чтобы получить средства для вложения в оборотный капитал, для покупки нормальных товаров с нормальной оборачиваемостью и нормальной маржинальной прибыли. Еще очень важный момент, устанавливаем процедуру контроля и отслеживания за продажей этих неликвидов. Почему это важно? Если у вас будет прекрасно настроена автоматическая система до заказа, то может случиться такой вариант, что система увидела, у вас номенклатура прекрасно продается, дай-ка я ее еще подзакажу. То есть они должны быть выведены, эти бизнес-процессы отдельно, по ним должны отдельно вестись отслеживания. Поэтому подпункт третий этого шага, это выделение остатков товара, выделение неликвидов и затоваривания, их отдельная продажа. Итак, краткие итоги второго шага. Наша цель выявить бизнес-процессы, в которых идут какие-то ошибки. То есть ошибки при заказе товара, ошибки при передаче с мест хранения до места продажи и выделить группы неликвидов и затоваривания, и принять по ним решение, как мы их продаем. Ну и на третьем шаге мы выделяем основную группу товаров, которая приносит доход. То есть отделяем неликвиды от основной группы товаров. И именно ее мы будем рассматривать с вами на шаге 3. Однако, прежде чем приступить к шагу 3, давайте немножко займемся теорией, потому что нам она очень сильно понадобится на этом шаге. И первое, что мы рассмотрим, это правила Паретто и основы ABC анализа. Что такое правила Паретто? Итальянский экономист Вильфредо Паретто изучал в конце 19 века распределение богатства в Италии. И в своей работе 1897 года сформулировал, вернее даже не сформулировал, а обратил внимание на то, что 80% богатств принадлежит всего лишь 20% населения. Он не сформулировал какого-то правила, а само понятие правила Паретто появилось благодаря Джозефу Джурану. Это американский экономист, инженер. Он один из основоположник принципов TQM, то есть всеобщего управления качеством. Изучал этот вопрос очень глубоко, несколько работ написал, книг на эту тему. Очень долго прожил, 103 года. И благодаря ему в 1951 году появилось это понятие правила Паретто. В общем, это правило формулируется следующим образом. 20% усилий дают 80% результата. Но и следствие из этого правила. Значимых факторов всегда немного. То есть мы можем управлять системой, зная всего несколько основных ключевых факторов. Следующее. Большая часть усилий не приносит желаемого результата. 20% клиентов или 20% продуктов обеспечивают 80% выручки или прибыли. Или 80% затрат уходит на приобретение 20% номенклатур ресурсов. Еще раз хочу сказать, что это эмпирические правила. То есть они чаще всего подтверждены практикой. Но теоретического обоснования, что именно так оно и будет, к сожалению, нет. Хотя в статистике это правило тоже применяется. И на основе его делаются определенные анализы. И АБЦ-анализ это, по сути дела, следствие правила Парета. Это метод, который позволяет классифицировать ресурсы предприятия по степени их важности. Метод является одним из способов рационализации, то есть систематизации каких-то данных. И может применяться в сфере деятельности любого предприятия. Обычно делается следующим образом. Все позиции, допустим, номенклатурные позиции делятся на три группы. 20% выбираются, которые дают 80% прибыли. Вернее, 20% номенклатуры просто выбирается. 20% номенклатуры наиболее прибыльной. 30% номенклатуры наиболее прибыльной. И оставшиеся 50%. Очень часто получается, что первые 20% дают 80% прибыли. Но неважно, на вашем предприятии может быть как-то по-другому. Может быть это будет даже 90% прибыли. А может быть 65%, может быть 50%. Но в любом случае, поверьте, если вы выделите 20% наиболее прибыльных позиций, там будет скорее всего около 50% прибыли. В промежуточные, но и С наименее ценные позиции. Следующее, что мы разберем с вами, это XYZ анализ. Что это за анализ? Это метод оценки стабильности спроса, ну или в нашем случае продаж, по выбранной номенклатуре. В данном случае анализируется коэффициент вариации. Обозначим его за букву В, латинскую. Это отношение среднеквадратичного отклонения к среднеарифметическому значению спроса, ну или в данном случае продаж за период. Это так называемый общий подход. То есть, если вы посмотрите интернет, то увидите именно это определение. Я очень рекомендую вам действовать более простым способом и определить коэффициент вариации как отношение среднего абсолютного отклонения к среднему значению спроса, ну в нашем случае опять же к среднему значению продаж за период. Почему так? Скажу честно, за годы своей работы меня всегда смущало вот этот подход среднеквадратичного отклонения в наших расчетах. Мы это изучаем и в финансовом менеджменте, мы это изучаем и в управленческом учете. Но смысла определенного нет. И я не так давно купил книжку Насима Талеба «Статистические последствия жирных хвостов». Возможно, вы слышали об этом авторе. Этот автор «Черного лебедя», «Антихрупкость». Ну то есть, очень интересные книжки, в которых рассматриваются возможные последствия наступления достаточно редких, но разрушительных событий. И в частности, там рассматриваются статистические методы и есть отдельная глава, посвященная среднеквадратичному отклонению. Что смысла в нашем, в экономических расчетах, в анализе рисков особо нет никаких. В статистике, да, в нашей сфере не очень. Поэтому можно работать проще, работать через отношение среднего абсолютного отклонения к среднему значению спроса за период. Давайте посмотрим, как выглядят формулы. Формулы выглядят следующим образом. Среднее значение мы просто берем, допустим, продажи за год, рассчитываем их среднее значение и рассчитываем среднее абсолютное отклонение. То есть, берем модуль разницы между продажами в конкретном месяце и среднем, суммируем все эти средние значения и делим на количество месяцев. И, соответственно, наш коэффициент вариации будет как отношение среднего абсолютного отклонения к среднему значению. Вот, в общем-то, достаточно просто. И как анализируются сами показатели? Если значение показателя вариации меньше 0.1, ну или меньше 10%, то есть отклонение в продажах от среднего плюс-минус 10%, мы считаем, что спрос стабилен. Если этот коэффициент варьируется от 0.1 до 0.25, то мы считаем, что спрос подвержен каким-то колебаниям. И, если этот коэффициент в вариации больше 0.25 или 0.25%, мы считаем, что спрос нерегулярный. Однако, хочу обратить внимание, что эти показатели эмпирические. То есть, для вашей компании вы можете выбрать более свободные показатели. Допустим, ваши коэффициенты будут 20% и 40%. Допустим. То есть, посмотрите, как отличаются показатели для вашей компании. Следующее важное примечание. А если у нас с вами продажи подвержены сезонности? То есть, мы, допустим, продаем с вами мороженое. Понятно, что летом у нас будет с вами пик продаж. А если мы продаем, допустим, какие-нибудь санки детские, то у нас летом будет практически ноль продаж. Все будет какая-то сезонность. Причем сезонность может быть достаточно неравномерная. Допустим, для продажи санок у нас какой-то уровень продаж есть в январе, в феврале, но он, честно говоря, падает, потому что уже близится скоро весна, март. И апрель, май, июнь, июль, август продажи на нулевом уровне. В сентябре уже кто-то начинает думать о том, что зима придет и покупает детям самки. В октябре продажи увеличиваются, в ноябре еще больше, там уже все завалено снегом, но кто-то еще в январе, в декабре покупает для того, чтобы сделать новогодние подарки. То есть вот такой вот спрос. И, безусловно, средняя в данном случае нерелевантный показатель. Вместо среднего, что необходимо использовать? Ожидаемое значение трендов в каждом месяце наблюдений. Вот так. В качестве коэффициента вариации, тогда мы будем использовать среднее относительное отклонение. И нам необходимо, допустим, по данным прошлых лет, просчитать ожидаемое изменение продаж относительно предыдущего месяца. То есть посмотреть, допустим, если продажи в январе составляют столько-то, допустим, 100%. Сколько составят продажи в феврале? Допустим, 80% от этого уровня. Сколько составят продажи в марте от уровня февраля? Допустим, еще минус 15%. Сколько составят продажи в апреле? От уровня марта. И так далее. То есть на основании исторических данных нужно построить это. Не всегда этот график может быть вот такой выгнутый или выпуклый. Может быть, сезонность может наступать несколько раз в течение года. Короче говоря, нужно проанализировать данные и найти эти коэффициенты. А теперь рассмотрим, как это все выражается в формулах. Определим понятие тренда. То есть t в n месяце. Это ожидаемые продажи в месяце n. Как мы их будем рассчитывать? Ожидаемые продажи в месяце n будут рассчитываться, как фактические продажи в предыдущем месяце, то есть n-1 умножить на коэффициент относительного изменения продаж в месяце n по отношению к предыдущему месяцу. То есть вот то, что мы нашли из анализа прошлых лет. Следующий показатель это относительное отклонение, то есть Relative Deviation. Это относительное отклонение фактических продаж в месяце n от ожидаемого тренда. То есть мы берем тренд, минус фактические продажи и делим на значение тренда. И тогда коэффициент вариации для нас будет это суммирование модулей этих отклонений разделить на количество анализируемых месяцов. По большому счету я думаю, что сезонность или изменение характера продаж более частая вещь, чем вот этот вот некий расчет среднего. Существуют праздники, существует лето, существует осень, строительный бизнес. Очень многие продажи подчинены сезонности. И эти формулы помогут вам их анализировать. А теперь мы уже совсем-совсем близко к ABCXYZ анализу. Давайте посмотрим, из чего складывается наша маржинальная прибыль. Она вкладывается, зависит от выручки, то есть объема продаж в ценах продажи умножить на коэффициент маржинальной прибыли. И главная задача, я напомню, это максимизация маржинальной прибыли. Обратите внимание, не максимизация выручки, не максимизация коэффициента маржинальной прибыли, а максимизация маржинальной прибыли. наша главная задача как мы это будем делать да это второй вопрос то есть они зависят от выручки коэффициента маржинальной прибыли но цель вот это увеличить маржинальную прибыль и делаем анализ следующим образом выбираем все позиции по группе и выручку в ценах продажи соответственно коэффициент маржинальной прибыли и какая у нас получается маржинальная прибыль при этом маржинальная прибыль главный показатель но и четвертом пункте у нас идет коэффициент вариации таким образом обращаю ваше внимание что x y z анализ мы делаем только по коэффициенту вариации а abc анализ мы делаем по маржинальной прибыли abc анализ мы делаем по выручке и abc анализ мы делаем по коэффициенту маржинальной прибыли вот таким образом при этом можем сделать цветовое обозначение для удобства а у нас будет это наилучший показатель то есть 20 процентов номенклатуры которые нам дают основную маржинальную прибыль или основную выручку или основной коэффициент маржинальной прибыли и зеленый цвет мы также будем использовать для коэффициента вариации b это соответственно средний показатель и c такой вот кирпичный будем использовать как наибхудший показатель теперь давайте попробуем это сделать я открою наш любимый excel уже подготовил для анализа сейчас ленту немножко скрою чтобы было видно я подготовил для вас пример у нас здесь 120 наименований товара чтобы было немножко неровно не 100 единица 120 и расставил случайным образом формулой случай между то есть случайное значение между и будем считать что выручка у нас может меняться от 500 долларов за анализируемый период до 10 тысяч долларов маржинальная прибыль соответственно может меняться от трех процентов до 35 я думаю что это нормальные вполне реальные значения и коэффициент вариации пусть у нас будет меняться от 1 процента до 50 процентов вот так это рассчитаем эти формулы при каждом пересчете дают различные значения то есть здесь сделаны предварительные итоги сделал промежуточные итоги и допустим изменим в значение ячейки мы увидим как меняются ведь и наши показатели 234 эти 685 но и чтобы мы смогли проанализировать нам нужно какую-то ситуацию просто-напросто зафиксировать давайте мы это зафиксируем скопируем все и ставим сюда же значение специальная вставка ставим значение вот теперь мы можем анализировать здесь нет никаких форм формул и можем проанализировать эти 120 единиц товара они выбраны случайным образом давайте отметим еще ради интереса сопутствующие товары либо аналогичные товары которые могут быть заменителями выберем какой-нибудь цвет разный для них допустим для товара 789 они близкие выберем цвет заливочки пусть будет светло-зеленый для каких-нибудь других товаров трех допустим мы выберем голубоватый на самом деле конечно у вас может быть больше аналогов но пусть будет так и теперь прежде всего отсортируем наши показатели по выручке то есть сортируем по убыванию вот отсортировали и давайте отметим 20 процентов если у нас 120 позиций умножить на 20 процентов у нас получится 24 позиция по n у нас сортировки нет поэтому мы просто 24 позиции отмеряем и давайте закрасим их каким-то вот светлым зеленым цветом закрасили следующее следующие 30 процентов 120 умножить на 0 3 это у нас 36 позиций то есть до 24 плюс 36 это у нас получается до 60-го пункта мы должны довести это у нас цвет будет желтенький желтенькая заливочка но и весь остальной цвет это у нас будет кирпичный сделаем все точно так же теперь нам нужно отсортировать по убыванию по маржинальной прибыли и и мы первые 10 мы первые 24 товара 24 но в данном случае у нас вот 27 27 одинаковые до зеленый цвет дальше до 60 позиция мы это отметим как желтенький и нас еще здесь 18 18 есть желтенький желтенький ну а все остальное для нас соответственно это кирпичный свет и точно также отметим по коэффициенту вариации а коэффициент вариации мы сделаем по возрастанию то есть самого маленького до самого большого и здесь мы не по количеству номенклатурных единиц это делаем а делаем как в классической раскладке то есть все что до 10 процентов включительно мы выделяем зеленым от 11 процентов до 25 процентов включительно мы выделяем желтеньким цветом но и все остальное таким кирпичным выделили а а теперь самое главное сортируем по маржинальной прибыли посмотрим что у нас получилось сортируем маржинал по убыванию по маржинальной прибыли и первые 24 товара 24 товара мы закрасим зеленым цветом потом до 60 цвета включительно мы закрасим желтеньким но и все остальное 5 у нас будет кирпичный цвет такой кирпичный вот наш наша раскладка и так что нам приносит за выбранный период анализа наши товары наша выручка составляет 685 тысяч долларов с хвостиком но почти 686 наш маржинальная прибыль составляет 130 тысяч долларов с хвостиком и средневзвешенный коэффициент валовой прибыли маржинальной прибыли конечно 19 процентов и средний коэффициент вариации 25 процентов смотрим что получилось да я предлагаю эти предварительные итоги скопировать вот в табличку здесь наверху специальная ставка вставлю только значения чтобы они сохранились а теперь посмотрим на первые 20 процентов позиции которые нам приносят максимальную маржинальную прибыль мы можем мальцы отфильтровать по цвету ячейки зеленый не вот у нас первые наши 24 позиции и они приносят нам 58 тысяч долларов прибыли то есть посмотрите первые 20 позиции 20 процентов вернее позиции приносят нам 45 процентов маржинальной прибыли но может быть это не 80 процентов прямо как у правило паре то потому что здесь скорее всего идет линейная такая зависимость но тем не менее 20 процентами мы можем регулировать 45 процентов смотрим что дальше теперь если мы выберем желтенький цвет для маржинальной прибыли что у нас с вами получится здесь здесь у нас остальные 30 процентов вставим значение остальные 30 процентов номенклатуры у нас уже дают только 36 общий процентов маржинальной прибыли но и посмотрим все остальное выберем цвет ячейки кирпичной и остальные 50 процентов номенклатуры нам дают сколько всего лишь 20 процентов маржинальной прибыли вот так скорее всего что-то примерно похожее будет и у вас может быть даже результаты будут намного круче то есть вот эти вот 20 процентов позиции дадут вам большее значение маржинальной прибыли ну и далее самый главный показатель самый главный показатель конечно значение абсолютной маржинальной прибыли потом скорее всего идет выручка и скорее всего дальше идет только потом маржинал коэффициент маржинальной прибыли то есть даже если у вас посмотрите есть у нас зеленый вот 28 процентов коэффициент маржинальной прибыли кажется очень маржинальный продукт но связи с тем что продажи не такие большие они маленькие эти продажи в целом маржинальная прибыль от этого продукта получается там совсем небольшая и не оказывает большого влияния где-то у нас да есть очень большие продажи 8000 долларов но они очень близки к максимальным 10 тысячам которые мы выбрали но очень маленький коэффициент маржинальной прибыли тоже дают незначительные продажи вот такая раскладочка понятно как мы действуем ну и также мы можем с вами проанализировать как ведут себя аналоги давайте посмотрим во первых сбросим здесь очистить фильтр так все остальное очищено и теперь давайте посмотрим на аналоги отсортируем по цвету ячейки допустим светло-зеленый и мы видим что товар 8 аналог у нас собирает но входит в группу зеленую по маржинальной прибыли то есть у нас он очень маржинальный у него коэффициент маржинальной прибыли 35 процентов а у него не очень большая выручка но тем не менее он входит сюда товар 9 у нас попадает вот в эту область то есть не очень маржинально или слабо маржинальную область вопрос звучит следующим образом может быть нам не стоит продавать аналоги насколько они нужны они возможно нужны но а может быть они не нужны если мы сократим пози количество номенклатуры товар 7 товар 9 и сосредоточимся только на товаре 8 может быть это даст нам рост продаж товара 8 следующее давайте выделим голубой тоже посмотрим и вот посмотрите одна позиция у нас попадает в самую маржинальную одна позиция у нас попадает в желтую зону и одна позиция у нас попадает в низком маржинальная причем обратите внимание здесь у нас высоко маржинальная и очень высокая устойчивость продаж то есть спрос такой очень устойчивый по желтому товару спрос опять же средний и здесь совершенно неустойчивый спрос зачем нам такой товар держать может быть нам стоит исключить вообще эту позицию допустим сосредоточиться можно может быть не на 32 но пусть на 31 позиции на этом товаре и в любом случае у нас будет больше маржинального дохода мы больше на этом заработаем вернемся на первую позицию кстати посмотрим на зелененький цвет ячейки посмотрите здесь у нас кстати волатильность была очень большая то есть большая маржинальная прибыль и большая волатильность что в этом случае делать мы тоже с вами разберем но у товара 7 который нам дает маленькую маржинальную прибыль посмотрите тоже очень высокая волатильность то есть он спрос очень нестабильный по нему возможно действительно стоит тогда перевести его на аналог товар номер 9 вот таким образом мы анализируем а теперь давайте посмотрим о действиях которые мы можем связи с этим применять прежде чем перейти к конкретным действием давайте посмотрим вообще общий объем что мы можем делать и о чем мы должны помнить когда мы действуем во первых у нас всегда есть способы низкозатратного продвижения первое это выкладка товара на самых удобных полках и позициях размещение на сайте на самых смотрибельных местах то есть где наш покупатель может прийти и увидеть сразу этот товар размещение товаров витрине статьи постера товары какая-нибудь рассылка об этом конкретном товаре об его замечательных и чудодейственных свойствах безусловно это все вы должны делать и смотреть способы рассматривать с коммерческой службой следующий способ это прямая реклама товара то есть это уже вложение денежных средств продвижения товара следующий способ объединения в набор когда мы по сути дела снижаем цены для некоторых позиций но говорим купите основную позицию и мы вам можем продать дополнительно по очень хорошей цене какие-то дополнительные товары просто снижение цен то есть акции распродажи какой-то позиции для роста выручки повышение цен нельзя забывать что мы можем и должны обязаны повышать цены инфляция везде есть существует существует рублевая инфляция существует инфляция и в еврозоне существует достаточно большая инфляция в долларовой зоне то есть повышать цены мы должны должны понимать как повышаем цены можем добиваться скидки от поставщика для увеличения маржинальной прибыли на этом разборе мы этот пункт не будем рассматривать но тем не менее его всегда нужно держать в голове что мы можем обратиться к нашему поставщику и что-то себе выторговать и следующий пункт выведения из ассортимента также при принятии решений нужно помнить памятку о скидках и маржинальной прибыли мы сейчас это все рассмотрим также вопрос который вы должны понимать что выгоднее дать скидку или вложить деньги в рекламу и спойлер при равных условиях конечно выгоднее реклама мы тоже об этом сейчас поговорим и безусловно необходимо учитывать психологию продаж то есть наличие сопутствующих товаров наличие товаров заменителей наличие убыточных лидеров или ценовых так называемых лидеров что это такое вы приходите в магазин и допустим знаете что хлеб в этом магазине дешевле чем во всех остальных и вы по сути дела просто забежали как найти я забежал я только за хлебушком я даже корзинку брать не буду мне нужно булочку хлеба купить и вот вы покупаете булочку хлеба пока идете по доказ по этим закоулкам еще что-то набираете вот несмотря на то что вы корзину не взяли вот вы уже такой пришли я сам много раз так приходил да эти товары убыточные лидеры они могут быть действительно убыточная то есть мы их можем продавать с убытком или с ценовые лидеры с минимальной маржинальной прибылью они позволяют привлекают покупателей и пока эти покупатели покупают этот товар они еще какие-то покупают дополнительные другие товары но и ценность сопутствующих услуг то есть допустим у вас оптовая компания запчастями вы продаете и вы продаете в полтора раза дороже но при этом обещаете покупателям что приходите к нам и мы вам продадим запчасти сразу либо если их нет там буквально в течение пары часов мы их достанем и вам продадим и покупатели ценят этот сервис ценят эту мгновенную быструю доставку допустим у всех остальных полтора раза дешевле но они эти запчасти там доставляют через неделю через месяц а вы делаете это быстро и сразу поэтому ценность тоже необходимо учитывать сопутствующих услуг при ценообразовании при анализы номенклатуры и перейдем к памятке о скидках и маржинальной прибыли в курсе управленческого учета эффективность управления бизнесом мы с вами изучаем конечно такую тему как эластичность спроса по цене высчитываем формулы предельного предельных издержек и предельного дохода ищем тот оптимальный показатель объема продаж и оптимальную цену которые дают дают нам максимальную маржинальную прибыль но на самом деле по большому счету в 90 процентах случаях мы не знаем эластичность спроса по цене но нет нет у нас этих показателей но тем не менее некое разумное представление о поведении продаж у нас есть поэтому мы можем использовать определенные формулу простую формулу для того что оценить будет у нас скидка для нас выгодно или повышение цены выгодно или не будет давайте рассмотрим эти формулы помним что главная задача у нас максимизация маржинальной прибыли ведем такие понятия mp с процентов это у нас текущий коэффициент маржинальной прибыли считается как процент от цены до применения скидки д в процентах дискаунт это скидка как процент от цены q нулевое это текущее количество продаж и кумию это новое количество продаж которое получилось в результате скидки формула выглядит следующим образом отношение новых продаж получившихся продаж к текущим продажам должно быть больше чем отношение маржинальной прибыли к разнице маржинальная прибыль минус скидка то есть маржинальная прибыль в результате применения скидки увеличится только в том случае если увеличение продаж превысит отношение коэффициента маржинальной прибыли к разнице между маржиналкой и скидкой вот такая простая формула мы сейчас все это посмотрим на цифрах безусловно но эта формула работает и в том случае если мы повышаем цены то есть в тут вместо минус скидка получится минус минус коэффициент повышения цены давайте рассмотрим эту формулу все те же самые обозначения только п процент это прайс от повышение цены процент повышения цены и формула выглядит вот точно так же только здесь в знаменателе плюс маржинальная прибыль увеличится только в том случае если относительное уменьшение продаж в результате повышения цен не упадет ниже вот этого отношения коэффициента маржинальной прибыли к разнице между вернее извините к сумме конечно между маржинальной прибылью и дополнительной наценкой цене посмотрим теперь на цифрах пример один формула чтобы у вас было перед глазами и так менеджер отдела продаж предлагает снизить цены на 10 процентов насколько у нас это поднимет продажи он говорит намного хорошо насколько поднимет но как минимум на 30 процентов а может быть даже на все 50 текущая цена у нас 80 долларов объем продаж 1000 штук и маржинальная прибыль допустим у нас 25 процентов вопрос такой мы предложение менеджера принимаем или нет и вопрос второй насколько должны вырасти продажи чтобы это было выгодно компании вначале предлагаю посчитать прямо и так текущая маржинальная прибыль от каждой единицы товара 80 долларов умножаем на 25 процентов и получаем 20 долларов с единицы мы получаем маржиналки соответственно текущая маржинальная прибыль при 1000 единицах продаж у нас 20 тысяч долларов если мы даем скидку в размере 10 процентов то у нас это получается минус 8 долларов считаем маржинальная прибыль у нас после скидки мы получали 20 долларов с каждой единицы теперь 8 у нас уходит мы получаем 12 долларов с каждой единицы наши максимальные продажи посчитаем из максимального роста 50 процентов будет полторы тысячи штук и маржинальная прибыль за месяц после скидки у нас соответственно 12 умножить на полторы тысячи 18 долларов таким образом нашей компании это невыгодно зачем нам нужна скидка чтобы продавать больше получать прибыли меньше мы отклоним это предложение менеджера ну а теперь вопрос а какие должны быть продажи считаем отношения продаж новых получившихся должно быть больше чем 25 процентов разделить на 25 минус 10 то есть 25 разделить на 15 и это получится 17 округленно но на самом деле 1666 в периоде давайте возьмем эту цифру 17 и посмотрим будет увеличение прибыли хотя бы минимально или нет маржинальная прибыль новая у нас получится 12 долларов умножить на 17 это 1700 штук продаж и посмотрите у нас получается 20 тысяч 400 долларов то есть да для нас это будет выгодно то есть если скидка будет 10 процентов а рост продаж на 70 процентов то для или больше то для нас это будет выгодно понятно да а теперь о повышении цен тоже формула чтобы у вас была перед глазами и так руководитель коммерческой службы предлагает повысить цены на 10 процентов региональный менеджер делая большие глаза говорит но ведь это может обрушить наши продажи насколько может обрушить на четверть обрушить наши продажи вот давайте посмотрим те же самые данные текущая цена 80 объем продаж 1000 штук в месяц и маржиналка 25 процентов вопрос повышаем цены или нет решение текущая маржинальная прибыль 20 маржинальная прибыль за месяц 20000 долларов и повышение цен мы повышаем цены на 8 долларов 80 умножить на 10 все те же самые значения падение продаж у нас будет на 25 процентов то есть 75 от обычного уровня то есть мы будем продавать теперь 750 штук этого товара и считаем маржиналку маржинальная прибыль после повышения маржинальная прибыль для нас после повышения 28 долларов умножить на 750 штук это получится 21000 долларов маржинальной прибыли это значит больше чем было значит да и пусть падает этот объем продаж на 25 процентов мы прибыли то получим больше а теперь посмотрим на правило и так отношение новых продаж к текущим должно быть следующим это должно быть больше чем 25 разделить на 25 плюс 10 0 или 25 на 35 процентов и это 071 таким образом мы понимаем что мы можем получить убыток конечно да ну то есть снижение прибыли только в том случае если падение продаж превысит 29 процентов но если это падение продаж составит 25 процентов 27 28 15 процентов мы просто будем получать дополнительную прибыль вот такие простые формулы пользуйтесь ими и и анализируйте конечно ваш вашу номенклатуру и принятие решения о повышении цен либо предоставлении скидок следующий вопрос который важно для понимания что выгоднее скидки или реклама на самом деле и скидки и реклама по сути своей мы забираем часть маржинальной прибыли и в случае скидки мы просто отдаем это нашему покупателю а в случае рекламы мы отдаем компании которая рекламирует наш товар ну или несем затраты сами по рекламе то есть фактически мы можем использовать эту самую формулу для того чтобы посчитать эффективность рекламы однако необходимо учитывать некоторые важные вещи во-первых реклама имеет хвост воздействия то есть какой-то период мы рекламируем и потом после окончания рекламы люди продажи не падают мгновенно люди продолжают покупать по привычке меньше 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 но существует некий хвост то есть мы не снижая цен продаем большее количество до реклама не требует снижения цен и покупатели безусловно когда мы привлекаем рекламой покупатели они покупают и какие-то другие сопутствующие товары при этом если мы рассматриваем скидку то скидка действует во первых ограниченное количество времени то есть у нее нет хвоста люди приходят видят товар со скидкой покупают его скидка закончилась такие продажи высокие прекратились и покупатели но чаще всего скидка воздействует в большей степени все-таки именно на эту конкретную номенклатуру поэтому при прочих равных условиях вероятности роста продаж размера затрат на скидку затрат на рекламу реклама при прочих равных условиях выгоднее чем скидка тоже это помните и теперь переходим к x y z анализу и так мы отранжировали начале по коэффициенту вариации потом и потом по маржинальной прибыли внутри уже зеленого коэффициента вариации следующая желтенькая снова отранжировали по маржинальной прибыли и где у нас нестабильные продажи тоже отранжировали скорее всего у нас с вами получится зеленые зоны то есть очень высокая маржинальная прибыль во всех трех вот этих вот блоках и посмотрим что необходимо делать во первых первая группа где коэффициент вариации у нас очень низкий то есть 10 процентов и меньше но либо ваше какое-то значение предельное на этих продажах держится торговля то есть даже несмотря на то что эти продажи нам приносят какие-то минимальные минимальную маржинальную прибыль но тем не менее они стабильны из месяца в месяц мы понимаем как будет торговаться и если мы уберем допустим даже вот эту вот номенклатуру которая нам вроде бы большую маржинальную прибыль не приносит скорее всего это негативно отразится на всех продажах почему потому что наши покупатели привыкли видеть этот товар они его покупают если они не будут видеть им они будут вынуждены за ним куда-то идти в другое место поэтому эти товары мы максимально продвигаем и рекламируем максимально то есть рекламируем продвигаем без денег то выставляем на выставляем на самые лучшие полки выставляем на витрину чтобы покупатель их покупал в большей степени конечно сосредотачиваемся на наиболее маржинальных товаров это нас повысит средний уровень маржинальности следующее вот эти товары это либо убыточный либо ценовой лидер то есть а скорее всего у него большие обороты мы его также рекламируем посмотрите какой у нас есть товар посмотрите по какой он отличной цене приходите к нам и он у нас будет а то есть мы повышаем на этот товар мы приглашаем клиентов следующий блок посмотрите здесь достаточно высокая волатильность так но тем не менее зеленая зона по маржинальной прибыли на самом деле не важно что там высокие продажи пока не важно или у нас достаточно высокий коэффициент маржинальной прибыли но наша задача проанализировать причину волатильности почему нам это важно потому что если у нас волатильность высокая у нас может возникнуть такая ситуация что а либо есть спрос но у нас уже все закончилось мы ничего не продаем либо мы закупили а спрос упал и никто ничего не покупает у нас затоваривания то есть наша задача проанализировать что там за спрос почему он именно вот так колеблется то есть когда мы выясним эту причину допустим построим график вот этой сезонности или спроса допустим цветы у нас вдруг вскакивают в 14 февраля день всех влюбленных 8 марта международный женский день и к первому сентября да то есть в конце 30 31 августа 1 сентября цветки цветы просто раскупаются если мы выявим эти тенденции то мы будем понимать спрос и тогда по большому счету идеале у нас эти позиции должны перекочевать вот сюда в первую группу когда у нас коэффициент вариации небольшой да пока пропустим вот здесь то что у нас есть и перейдем к третьей группы а здесь у нас очень высокая волатильность очень нестабильный спрос но тем не менее посмотрите это нам приносит маржинальную прибыль мы не можем отказываться от этих товаров это значительный прирост но опять же необходимо проанализировать а почему это происходит и как вариант мы эти товары и следующие товары где желтенькая тоже значение маржинальной прибыли достаточно хорошие не самое лучшее но достаточно хорошие может быть нам стоит эти товары перейти перенести под заказ то есть уважаемые покупатели вы безусловно купите заказывайте у нас и мы вам привезем их то есть мы не отказываемся от этой маржинальной прибыли но переводим это под заказ либо анализируем почему у нас так меняется спрос и под него уже закупаем непосредственно наши товары но и следующая группа эта группа не дает на маржинальной прибыли никакой нерегулярные продажи смотрим внимательно на них ищем аналоги заменители если они у нас эти аналоги и заменители если аналоги и заменители есть мы можем заменить тогда выводим эти товары из номенклатуры по большому счету наша задача посмотрите принципе наша задача повысить общий коэффициент маржинальной прибыли но каким образом не таким образом что мы максимально работаем над этим блоком мы работаем вот над этим подчищаем хвосты понимаем как что здесь вообще происходит как почему здесь у нас получился такой спрос такая волатильность почему мы не знаем как ведет себя покупатель мы должны об этом знать и должны предусматривать соответствующие закупки где-то больше где-то меньше теперь рассмотрим вот этот блок более подробно как он может у нас выглядеть здесь коэффициент вариации у нас y и маржинальная прибыль скорее всего может быть уровня b до уровень b и c здесь нам нужно смотреть на самом деле уже более глубоко на выручку почему маржинальная прибыль у нас желтенькая выручка может быть замечательно у нас товар может хорошо продаваться но маржиналка может быть не очень высокая или прямо скажем очень низкая да и причем достаточно высокая волатильность но и так далее для всей этой группы анализируем причины волатильности все во всей этой группы анализируем причины волатильности это поможет понять почему покупатели покупают товар правильно его прогнозировать и исключить излишнее вложение средств таким образом если мы правильно его сможем прогнозировать это перейдет в раздел x то есть небольшими нам колебаниями вариантности но и правильно применять соответственно маркетинговую политику для этих товаров которые высокая выручка но небольшая маржинальная прибыль возможно аккуратно стоит повысить цены попробуйте это сделать посмотрите и вообще когда вы повышаете цены делаете скидку всегда замеряйте это все то есть замеряйте ведите журнал этот наблюдений для вас почему потому что в дальнейшем вы на основе ведь этого опыта взаимодействия вы сможете четко прогнозировать если мы повысим цену на 3 процента то продажу продукт настолько той мы получим дополнительную маржинальную прибыль и если мы дадим скидку 25 процентов то продажи вырастут настолько то есть у вас уже будет база для анализа попробуйте аккуратно повысить цены насколько это отразится на выручке может быть у нас увеличится маржинальная прибыль до чего зависит коэффициент вариации безусловно это смотрим следующий момент здесь у нас выручка средняя да но коэффициент достаточно большой давайте попробуем его тоже подвигать и прорекламировать возможно стоит объединить в наборы к товарам группы а x то то есть это с высокой маржинальной прибылью и с высокой устойчивостью да то есть предложить еще больше купить товаров группы а до предложить вот на эти товары какую-то дополнительную скидку скидка она выдержит у него есть маржинальная прибыль но продажи небольшие поэтому мы стимулируем продажи мы стимулируем продажи одновременно и позиции b и товаров а обратите внимание на этот когда идет у нас объединение в набор дальше маржинальная прибыль средняя но выручка небольшая но маржинальная прибыль коэффициент маржинальной прибыли средний опять же дать можно посмотреть повысить цены может быть проанализировать что-то мешает продажам почему продажи маленькие может быть существуют аналоги мы убираем либо уберем аналоги которые находятся в группе ниже либо наоборот уберем эти позиции чтобы люди покупали более прибыльные для нас аналоги дальше средние продажи но низкая маржинальная прибыль опять же анализируем почему у нас здесь волатильность и вопрос такой может быть сделать из этого товара ценового лидера а то есть объявить что посмотрите какой у нас есть товар замечательной по низкой цене у нас скорее всего цена низкая потому что низкая маржиналка вот может быть наоборот надо повысить цены здесь где у нас средняя маржинальная прибыль и небольшие продажи тоже аналогично вот этому пункту можем повысить цены анализируем почему мешает продажам и здесь пункт либо повышаем цены волатильность достаточно большая не сильно на нас это скажется потому что маржиналка видите где ищем аналоги или выводим из ассортимента вот примерный перечень того что можно делать безусловно анализируйте безусловно взаимодействуйте с коммерческой службой и вместе я думаю что вы справитесь и найдете те способы которые повысят маржинальную прибыль и доходы в вашей компании и так краткое резюме что делаем делим товары на группы анализируем остатки и периоды оборачиваемости для чего для того чтобы исправить бизнес-процессы то есть мы выявляем здесь нулевые продажи так и выявляем нулевые остатки анализируем почему это так и исключаем эти вещи далее проделаем совместный анализ abc xyz анализ и принимаем решение по каждой группе товаров при этом анализируем причины волатильности если волатильность высокая помним формулы скидок и повышения цен помним о возможных действиях с товаром то есть не просто скидка и повышение цены различные способы продвижения различные способы рекламы и безусловно учитываем психологию покупателей в наших решениях и создаем творческую атмосферу эксперимента и поиска вместе с коммерческой службы помните это путь постоянного совершенствования путь постоянного совершенства ну ну а я желаю вам получать удовольствие от нашей профессии а также получать признание от коллег руководителей собственников бизнеса когда вы будете применять эти знания всего вам хорошего обнимаю вас